Это вся история из этого дубанного рейсера, сразу. Из-за чего она все-таки затянулась? Если б я... Мне надо было делать не так. Мне надо было загнать тебе ее на фонд, как мы изначально договорились, и все, наверное. А потом бы мы сделали рейс, потому что мы заехали, но уже как мы заехали, ты в них не звоню, я уже все переделал. Сейчас мы сделаем не так. Сейчас мы открываем брокер, если хотя бы вы понимаете. Машина приносит ручку. Так где фотка машины? Где документы машины? Что она вам вывешивает? Так уже сделают. Мы через аэробок все делаем. А с того фоня у меня есть реэкспорты? Алло, приветствую. Андрей, я сейчас на громкой связи с людьми по этой СНТП. Будь ласка по Сирии, та что с этим реэкспортом. Будь ласка, как только там сделаешься, сбрось мне еще раз документы и это самое, фото, чтобы они тоже понимали все. А сейчас можно что-то сделать? Сейчас ты это сделаешь, уже там время, конечно, я увидел. Сейчас можно там сделать фото или потом уже не отвлекать пока, чтобы эти ушли наши? Я думаю, что это поменяет. Мне просто за ревертація, за терминал начинать ездить, до кипятей фото, чего они ходят? Машины. Чтобы люди просто были уже в пене. Где машина? Скажи, в каком месте машина просто? В каком месте машина? В каком месте сейчас машина? У Луцку, там терминалы. Она с одного терминала на другий переехала? Мы заехали от зоны таможенного контроля. Понятно. Где фотки? Пока вы сделаете, что я не могу сходить? Да я тебе спрашиваю, кто ехал. Где? Без вопроса, где? Серая, на автобусе. Короче, будь ласка, если будешь там вертаться, сделаем. Мне хочется, чтобы я переснял, чтобы вы понимали, что мы все не фейка. Реально. А то на лакетику? Да. А я тогда ехал, черную шипалку машины? Ну, ты же переписку потом читал, что я отписал. Тебе принципиально черную, я могу себе серую оставить. Я уверен. Давай мне на моем прошлом заду, дай мне серую. А мне сейчас не то, что надо это сделать. Давай тогда реализируем. Сказав, что можешь, насколько все равно можешь. Могу. Без пытаний, давай мне прошли и работать надо. Ну, сначала мне надо это сделать, чтобы я ползил. Я просто человеку поставлю, возьму деньги, поднимю, я дам тебе. Алло, алло. Ну, этот самый. Тимофей, как нас свел? Я Тимофея ни разу еще не поднял. А где Володя, кстати? А, кто был? Пиздец. У нас там осталось 32, да? Да, насколько я помню, 32. Ну, и этот вопрос, кстати, мы и завтра, у меня там один человек сейчас заедет, я его растаможу с Канадой, мы еще ставим машину. Так он мне сбросит тогда, я тебе просто закрою эту полностью сумму, а потом сядем за стол в переговорах, как я тебе говорил на твои 700. Ну, все, сделаем тебе новость. И тебе, как говорили. Я постараюсь тоже завтра сделать. То есть завтра, 10-го листопада, да? 11-го у меня. 11-го. Сегодня 10-ая. Так что ты тоже понимал. И ему я отвечу. Я надеюсь, что завтра он мне еще спросит. Такой штука с бракером, а может за 5-хвилин зараз домовитись за Кутону с будь-якою людиною. И так вот ему позвонить. Если ты думаете, я тебе просто... Вот, пускай человек... Давайте сделаем так. Что думаешь, я какого-то человека... Смотри. Блин, не адекватно. Просто все время идет. Время, время. Согласен. Время. Сейчас я бы захуярила, да? Да, все. И аргументация. Я говорив просто. В интернете. Пошли до конца. Я потом позвоню тебе, кстати, твой тезка. Зовут Артура, пообщайтесь с ним. Только он будет стоять в последней очереди за вот этот весь фейк. Ты открой, посмотри, когда они все столкнут. Да я же с ним столкнулся. Ну, и вот и все. А потом увидишь, как мы с тобой закрыли, как мы с ними закрыли. И посмотришь, что этот человек из-за того, что он получал бак, а начинает всякую смену. Я ему сказал, теперь так. У юриста будешь набирать бак после того, как все ты удаляешь. Потому что там надписи, ты видел, они все практически в одно время. Ну, это что, не создаем тебе единство. Так, ладно, давайте сделаем так. По нашим, давайте. Давай я сейчас просто записываю видео. От того, что ты говоришь, когда будет нашла плюс-минус день. Видео мы никакого писать не будем. Я ему сейчас подключу расписку. Это будет правильно. У него будет... Да если сейчас мы найдем, то есть проблемы. Я звоню адвокату одному. Он говорит, так кто-то ржанка, блядь, расписки пишет и наведает бабки. А ты хочешь, чтобы он тебе так отдал. Так вот посмотришь, посмотришь сейчас, как это все будет. Если я тебе говорю, вот при всем. Давай мы записываем видео. Моя слово есть? Или нет? Смотри. Давай записываем видео. Ты говоришь, что... Какое нахуй видео? Отличное. Ну а как я могу? Есть бумага, блядь. Она больше, блядь, влияет, чем какое-то видео, блядь. Ну, мне видео лично для меня. Ты же сам понимаешь. Что если вдруг... Ну, опять же, будет просрочка какая-то, необоснованная. Не будет фотографий. Я это видео просто прикладываю к материалу. Ты меня слышишь? Мы можем написать в него документы. Ты вообще понимаешь? Это ты уже лично сним, потому что деньги он для этого. В моем случае деньги лично моей жены и, соответственно, у него. Понимаешь? И они тянутся. Ну, чувак, согласись, что... Сейчас мы закрываем столы. Своими практически совсем. Ну, посмотришь, как мы с ним. Да, то закроем оправу просто. Потом у меня сейчас вот три автомобиля приезжают, которые на моем фонде. А потом тебе познакомлю. И будешь забирать их уже у меня. Или со столовой, или где-то там. Если найдешь кого-то, ждать уже не надо будет. Понимаешь? Тоже пойдем навстречу. Не пиздец. Я за то, чтобы закрывать диалог, а не тянуть его, блядь, как резиновый. Ты понимаешь? Когда вовские деньги будут? Завтра до шести, я думаю, мы сделаем. Сто процентов? Да. Без всяких. Я надеюсь, да. Мне завтра... Не надо, не надеюсь. Надо... Тогда давай до конца недели, чтобы точно. И тебя, и его. Чтобы не было вот этого, блядь, мало ли. То есть до пятницы. Правильно я понимаю? Ну, грубо до воскресенья. Лучше скажем так. А завтра мы встретимся и всюду вопрос закроем. Понимаешь? Я встречаться точно не хочу. Почему? Потому что у меня завтра стройка. У меня пол. Куча материала. У меня работы вот так. Так суть не в том. У меня и так три тонны. У тебя он появится. А у тебя супруга там же на дому? Да. Ну так я бы не заеду, а вовес дружина. Она там же на дому, на дому. А, с тобой? Подсобник. Ну... Жрать надо. Ну... Так что смотри. Короче до конца недели грубо. Но еще раз говорю. Мы завтра наверно вернемся к этому диалогу. Чтобы ты понимал. Я лучше скажу дальше, но сделаю быстрее. Чем я скажу вот так, а что-то не получилось. И потом я опять извиняюсь по телефону. Нет. Дело вот так. До конца недели все. С Артуром тоже. Грубо говоря. До конца недели это... Ты с ним, да? Да, да. Я так понимаю. Слушай, говорю как есть. До конца недели это... Сейчас мы посмотрим, что там будет. Там реально, блядь, есть 10 минут. Но. Страхуемся. Если тут я сейчас не делаю, до конца следующей недели это край. Если нет, я просто возьму у человека бабы, отпускаю его. Но если она ему будет актуально, мне важно очень, чтобы он пройдет и посмотрел на него. Она или не она? И вообще. Вообще. Элементарно. Почему нельзя, блядь? Да. Пускай едет нахуй, сделает что-то. Да. 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 Всё. Всё. Проблема. Я сейчас на встрече, давайте чуть-чуть позже. Я не понимаю там, что там у вас будет предложение. Сейчас вы мне будете рассказывать, полчаса мне надо слушать. Спасибо. Дякую. Ну мне обнялся как просто было. Мне в слов просто сделать, блядь, фотографии. Просто дай вопрос, блядь. Добавок к перегону. Ты знаешь, что такое круто? Там сидят, блядь, сейчас на терминале и смотрят, где только все истории. Там сейчас, блядь, меняют всех, как это Саша. А как перегонять? Они ходят, блядь, в Харьков так само ввозят, и все своим трудом. Ну, так а что не сфоткали? Блядь, потому что мне задача была не фоткать, а оформить. Так я сто-то раз прощал фотографию. Смотри, блядь. У меня люди тоже, я с Харьков, у меня тоже занимаются кинты, блядь, перегонами. Да вот человек, который знает уже сколько лет. Я про то, что, блядь, сделать элементарно, да? Фотографию. Это была моя оплошность, потому что я не сказал, чтобы они стали где-нибудь, хотя бы, блядь, просто где конкретно будут, там и сделали. Но суть мне сейчас, понимаешь, я не переливаюсь пустого в хорошее. Я пытаюсь сказать, что мне важно сейчас забрать эти долбаные документы, вручить ему и пожелать счастливого пути все. Чтоб он поехал на МРЭО, зарегистрировал ее везде. И чтоб не было никакого, блядь... Понятно, это все понятно. Понятно, это все понятно. Если, блядь, кто-то сейчас стуканет там, что мы ее не выводили, ну, мне пиздец, моему, блядь, ну, мне пиздец такой. Я просто беру себе на ГРУ, вешаю опять этот экспорт и делаю его официально. Опять линяю на деньги. А эти, блядь, с посадой могут пойти, понимаешь? Мне там, мать-тюль, так, на этих 200, там, долларов, условно, это не те деньги. Вот тут машину поймут с посадой. Ты не в поле, блядь, а что? А, блядь, тут эти люди, если бы они с тринадцатого года работают. Если бы я им не доверял, я бы не ехал. А так и позвонил, он мне говорит, блядь, на два. А нам тоже, когда страховка, блядь, поставляю на бла-бла-бла, понимаешь? Еще раз говорю, мы вот встретились со все конкретно. Я еще раз говорю, вот посмотришь, вот два человека, как я закрою, чтобы ты тоже понимал, что я за человек, и посмотришь, как я сказал. До конца недели нет никаких движений. Все, у меня, грубо говоря, есть семь дней. Либо он возвращает мне машину, либо я ему просто возвращаю бабки и все. Ну, вот сейчас он перейдет, сейчас он говорит с юристом, и он решится. Ну, если что, в принципе, на 5 углов можно поехать, там, по идее, или на центр, на концентр. Погорелый, по-моему, если на нашу базе заверяют. Перевод, шоуфер, юрист. Ну, юристом, нотариусе. Ну, я знаю, на проспекте Победы, понял, напротив... Около Дружбы, на втором этаже. Просто, бля, время идет, надо просто ехать без леса, а потом там думать и... Потому что мы еще будем стоять думать, и они закроются. Проспект Миру, 34 есть. Не, я не уверен в этом, Наталья, но это около пяти... Нового Чернырова. Ну, да, ты ему человек с Харькова, ты ему, бля, рассказываешь, о чем в Одессе Рубурге. Сейчас, ребята, могу понять. Вот. Артур. Она до шестерта, что она... Мы просто тратим время, понимаешь? Если ты хочешь, мы заверили, нам надо сейчас ехать, потому что сейчас время будет... Нет, мы еще не будем заверять. Мы ничего не будем заверять. Мы ничего не будем заверять. Тогда так напишем сейчас. Нет, ничего не будем заверять. Короче, смотри, о чем мы... Ну, я ребятам объяснил сейчас, я тебе говорю. До конца недели. Я сейчас дожидаюсь. Если не будет никакого движения, я говорю при всех. И конкретно. Следующая неделя это будет бедла. Если не будет опорный автомобиль, я тебе отвожу кэш, и тема закрыта. Но! Давайте говоримся так. Его сейчас я забираю. Первому, кому я отдаю, это тебе. Теперь я скажу. Давай. В субботу, в час дня, мы перепровняем так, что пиши на меню. В субботу. Какую? В субботу, в час дня, я пишу заяву в полицию. Даже? В підтримку и адвоката. Решайте, расскажешь. Плюс, скрой. Я вкладываю все. С Артуром будешь там вместе тогда. Я тебе говорю конкретно. Я тебе... Да. Потому что я знаю, что один человек, он чудом против. Понимаешь? У меня нет каких-то, что он там что-то не знает. Я ничего такого не делаю. В субботу у нас. В субботу. Водень. Я себе уйду, подам в ДПР и госпожу. Потому что я весь свой военный стан. Я без проблем. Вот. И просто... В меня разговор. Нахуевший разговор. А разговор будет на нормальных каналах. А то ты будешь это все, ты понимаешь, чтобы извиняться и убирать. Потому что я на этот вопрос не оставлю от него. Конечно. И я уверен. И Дима Дмитрия. Он знает, что я сделаю, но понимаешь, человек переживает. Потому что он меня сверил. Нас сверил. С человека мог быть уже завязать. Потому что там осталось 35 тысяч. Но. Вопрос захватит. Я как-то 32 подъема. А потом еще. Что он еще поможет. Лучше. Я такой человек. У меня сейчас еще будет приятного беря. Этот момент, понимаешь. У нас первый блин получился пот. И не по моей, блядь, длине. Моя вина в том, что я совершил свою юбану вторую. Мне не надо было этого делать. Вот так вот шоточка. Меня. Извините. Почему не прокинала твоя фотка на вот это? Потому что я чекал в черную машину. И ты 75 тысяч пробил. А я тебе не это самое. Мы просто переписывали. Смотри. Мы переписывались, блядь, в телеге. И в Вайбере. А что ты написал? В Вайбере ты мне подписал. Я не просил писать. Как ты написал? Ну, вот потому и каламбур и вышел. Потому что мы переписываемся. Я переписываюсь с ним и в Вайбере. А я переписываюсь с ним. А я переписываюсь с ним. А я переписываюсь с ним. Потому что я переписываюсь с ним. Я переписываюсь с ним. Последнее согласовали. Я его и взял. А ты сейчас спрашиваешь, что это за... Блядь, это самое. Почему же я? Сказал. Значит, смотри. Документы все. Я не знаю, получится ли так быстро. До информации ты получишь в любом случае. Информация стопроцентная должна быть завтра. И мы реформляем священо через МРЭО. Я только так и делаю. А через какую фирму ты оформляешь? Это у тебя будет до покупки продажа на тебя. Это есть фирмы, которые переоформляют? Я не экспорт. Я не разбираюсь. Что мы разбираем? Потому что все через МРЭО здесь все равно. Через фирму ты не переоформляешь автомобиль. Регистрация кто делает? Кто выдаёт тебе документы? Аня говорит, давай Вову попросим на майданчик МВС. Поедем на выходник, я вас покатаю. Мне даст. За субботу устой? Вон наш на автомат. Да, по крайней мере информации все будет. Но я тебе ещё раз говорю, чтобы ты понимал меня. Я не буду тянуть, перекладывать до конца недели. Сейчас мы решаем, если что-то пойдёт не так. Дедлайн следующая неделя. Ты пиздец. Если не даст, я тебе фэш отложу. Ты точка. Я тебе говорю конкретно под себя. А фотография будет до конца недели? До конца недели я постараюсь в офисе. Просто я говорю ещё раз. До конца рабочей недели. Винкот. Мне нужно пробить. Мне нужно салон. Мне нужно всё. Двусь документов. Абсолютно ещё информация. Накого в этой машине. Окей. Три месяца, да? Ну, бля, потому что мы сначала одно делали, потом второе делали. Конечно, затянуло. Смотри, вот мы сегодня с ним ещё. Это он мне Октавию считал. Чтобы ты понимал, это брокер или не будет. Сколько уже машин, блядь, с ним сделали. И мы не фоткаем там друг другу машину. Мы фоткаем документы, когда... Ты эксперт. Ты мог сказать нет. Домовились на ГО. Завозим на ГО. Я говорю всё. Ладно, плюс. Ты кажешь. До таможния. 100 метров. Машина ещё не заехала. Сейчас всё переделаем. Без питания. Совершенно верно. Я как эксперт на ГО. Я написал всё. Я ещё раз говорю. Я всё равно добьюсь результата. И ты это сам умеешь. Я не буду рассказывать. Я не смогу помать. Нам сделали. На. Вопросы есть. Нет вопросов. По рукам. Разошли. Теперь не будет. Я сказал. Значит будет. Давай. В суботу. До шести. Грубо говоря. Вечера. У меня все вилялки-милялки. Это встречаться до девяносто. В данный сельско-вестан. Ты меня слышишь? Я тебя услышал. Да. Не перебивайте сегодня. Вопросы нет. Но ты посмотришь, что я всё. И сделал ли я. Если бы не было такого, что завтра скину и не скидал, я бы тебе доверял. Разумеешь? Людина сказала. Отчасти согласен. Окей. Но я говорю, что когда ты увидел, что там трус сидит и палит кто делает шаг левый шаг правый. Там такая сейчас перетрубация. На всех. В городке. В Ягодине. В Ковеле. Везде. Ищут на чем поймать. Понимаешь? Потому что они просто... Мне надо было вам звонить. Подзвонить, чтобы посмотрели, что эта тачка есть. Но я этого не сделал. Потому что ты попросил. Это не работает. Извините, что перебиваю. Но за 3 месяца я чуть-чуть запрошу. Вопросов нет. Вопросов нет. Всё. До свидания. Давай. 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 Давай завтра. Давай. Я ещё раз сказал. Завтра всё просало. Если мало лишнего, то до конца недели. Но я сделаю всё, чтобы оно всё было у нас мигом. И ты посмотришь потом опять. Как ты сказал? Я тебе вопросов не сделаю. Жень, я забыл это. Взять. Мы верим.